Россия совершает теракты? Да как вы могли такое подумать? Кто проиграет, тот и будет виноват. Тот и будет агрессором, тот и будет платить. Прямо скажем так. Тот, кто одержит победу, с того всякий класс. Россияне очень любознательны. Им интересно посмотреть, как падает самолет с пассажирами, если его сбить. И скромные, потому что никогда не признаются. Игорь Стрелков несет ответственность за гибель пассажиров и экипажа малайзийского «Боинга», сбитого из зенитно-ракетного комплекса «БУК», с территории, контролируемой пророссийскими боевиками. Случение «Боинг» не сбивало. Больше никаких комментариев в этом отношении я не даю. Россияне очень щедрые. Они уже полтора года делятся ракетами. Из самолетов. Из кораблей. Из наземных пусковых установок. Чем богаты, как говорится. Очень близко к нам. Еще одна. Россияне очень добрые. А все остальные народы вокруг них ужасно злые. И для того, чтобы победило российское добро, всех остальных надо убить. И чем жестче метод, тем лучше. Можно просто принять политическое решение, оно очевидно не принято, перемешать с землей. Все то, что сейчас называется Киев ли, Украина ли. Ну вот выбрать цели, достичь. Благо есть такого рода боеприпасы. Поэтому война — это освобождение, оккупация, принуждение к миру, а терроризм — инструмент достижения целей русского мира. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных ГОС-радиаций. Давайте откроем матрешку и вспомним самые жестокие угрозы и террористические акты России. Ночь после христианского праздника Троицы российские солдаты 205-й мотострелковой части решили закрепить в истории действительно по-русски. По топам. И взорвали дамбу Каховского водохранилища. Сколько-сколько я говорил про то, что однажды эту дамбу взорвут, вот, когда мы оставили Херсон. Очень-очень много про это было, вот. Но мне не верили. Точнее верили, но не все. Затопить 80 населенных пунктов, создать условия для взрыва на Запорожской атомной, вызвать экологическую катастрофу и на суше, и в море – это вполне в стиле расистов. Мы сейчас, короче, назад поедем на Каховскую ГЭС. Скорее всего, на ГЭС сейчас мы застанем. На Каховку. Так, подожди, на Каховке там наши все, захватили наши все. Мы разаминируем специально, на Каховскую ГЭС взорвут, нахуй, и все смоют в СССР. А то, что смыло в том числе российские окопы и боеприпасы, да и солдатам 2-й армии на левом берегу, ой, как непросто, на это Кремлю плевать. Своих граждан они уже привыкли приносить в жертву. Деньги, выделенные РФ на обустройство линий обороны, боеприпасы, продукты, медикаменты и так далее, были удачно разворованы, а теперь еще более удачно отмыты. В прямом смысле этого слова. И то, что Крым на годы без воды остался террористов, тоже, видимо, не расстроило. Дикари они, что ли? Им варварство по нраву. Еще как по нраву. Россияне привыкли все уничтожать и при этом законодательно прикрывать свои преступления. Выдали указ об отстрочке расследований аварии на гидротехнических сооружениях до 2028 года и все. Можно взрывать дамбу. Найти стрелочника потом для международного суда времени с запасом. Работают активно, особенно в непростое время для страны. Кстати, и над подготовительными работами террористы тоже трудились усердно. Набрали максимальное количество воды за все время существования ГЭС. До рекордных 17,5 метров. Потоп? Так потоп! Контрнаступление ВСУ должно захлебнуться, видимо, подумали они. Но подрыв ГЭС — это военное преступление, за которым последует трибунал. Пострадали мирные люди и животные. Затопило огромные территории. Правда, марионетки бункерного большой воды в упор не видят. Сейчас проехал по городу Новая Каховка и, собственно говоря, по тем городам, которые находятся на левом берегу, люди большей частью спокойны. Работают вот в нескольких кварталах отсюда и вообще не ощущается такое присутствие большой воды. Во взрыве Каховской ГЭС виновники террористического акта по традиции обвинили Украину, чтобы попытаться усадить ее за стол переговоров. Как бы намекая, что тут недалеко Запорожская атомная электростанция, самая большая в Европе. И она нуждается в охлаждении даже для остановленных реакторов. Но вот незадача. В Бухаресте независимый физик Ричард Кардара на магнитометре зафиксировал взрыв в Каховке и выдвинул версию о том, что взрывчатка была заложена изнутри. Потом США заявили о наличии разведданных, которые подтверждают вину армии РФ. Но кремлевские пропагандисты утверждают, что Россию оклеветали. Ну и новости на Западе уже нашли виновных в подрыве Каховской ГЭС, и это, разумеется, русские. Генсек НАТО Салтенберг заявил, что этот инцидент, цитаты, еще раз демонстрируют жестокость войны России на Украине. Глава Евросомета Шарль Мишель рассказал, что шокирован атакой на дамбу. Обвинил Россию в военном преступлении и пригрозил, что привлечет Москву к ответу. Никаких доказательств у него, разумеется, нет. А, ну да, конечно. Как можно было так плохо подумать об оккупантах, которые полтора года методично сносят в города Украины? Какие ваши доказательства? Что будет с нашей страной? Прямо как в старые времена. Даже ни в чем. Не виноваты. Россияне вообще на это не способны. И всегда только за мир. Москва же никогда не хочет войны, если вы вдруг забыли. Москва не хочет этой войны. И тебе, наш президент, это ясно по-русски сказал. Не сметь стрелять по Багдаду. Лучше вместе, ебать по Тбилиси. А вот рядовые террористы, в отличие от главных военных преступников, не скрывают, что взрыв на Каховской ГЭС – это дело рук России. И не стесняются озвучивать новые преступные планы. А и да, если все пройдет, как говорится, по плану, как в песне гражданской обороны, то на Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться. Террористические методы – кстати, давняя традиция Кремля. Помните, как в 2014-м в Донецкой области произошла самая крупная авиакатастрофа на постсоветском пространстве? Авиалайнер «Боинг-777» малазийской авиакомпании выполнял плановый рейс по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Однако примерно через 2 часа и 49 минут после взлета он был поражен ракетой и разрушился на несколько частей. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. В том, что это был теракт пророссийских боевиков, сомнений нет. Ведь в ходе расследования, которое проводили Совет по вопросам безопасности Нидерландов и Международная объединенная следственная группа, выяснилось, что авиалайнер был сбит ракетой, выпущенной с территории, которую контролировали силы так называемой ДНР. Государственная прокуратура Нидерландов обвинила в причастности к катастрофе Игоря Стрелкова, который тогда как раз командовал силами сепаратистов, и трех его подчиненных. Министерство обороны РФ, конечно же, утверждает, что Россия к этой катастрофе никакого отношения не имеет. Серия террористических актов произошла и в самой стране-террористке. Вспомните взрывы домов в Волгограде в конце 90-х. ФСБ пыталось подорвать дом в Рязани. Они этот дом заминировали. И по чистой случайности жители дома обнаружили эту взрывчатку. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение. Там был сахар. Ну, конечно же, во всем виноват сахар. Любопытно, сколько усилий было приложено, чтобы выйти на его след. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим. 19 лет назад произошел теракт в Беслане. Тогда, во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, террористы взяли в заложники детей, их родителей и сотрудников школы. Всего около 1100 человек. Из них погибло 314. Большинство жертв – дети. Или вспомните захват заложников на Дубровке в Москве. Группа из 40 вооруженных чеченских боевиков. Теракт вошел в историю как трагедия Норд-Оста. У меня муж, он бывший военный. Он сразу понял обстановку. Он говорит, что на всем мы тут надолго. Надолго. И вообще нас никто спасать не будет. По словам Немцова, который тогда принимал участие в переговорном процессе с террористами, к нему обратился сам Путин с просьбой прекратить переговоры. Аргумент Путин встал в том, что сейчас в Москве чеченое положение, что правда, что согласно закону на чеченое положение, что ответственность за ситуацию берет на себя президент, что правда. Немцов послушался президента, но пожалел об этом, когда узнал, почему на самом деле кремлевский карлик попросил его уехать с Дубровки. Ответ был такой. Потому что он боялся, что у вас вырастет рейтинг. В результате теракта погибло 129 заложников. Около 700 людей пострадали из-за использования газа. Зато рейтинг Путина был в безопасности. Куда только девается весь пафос необходимости борьбы за права человека и демократию, когда речь заходит о необходимости реализовать собственные интересы. Здесь оказывается все возможно. Нет никаких ограничений. Но, видимо, все эти теракты показались Бункерному мелковатыми. Ему захотелось чего-то более масштабного. Ход работы над этими системами обсуждался и в ходе наших предыдущих совещаний. Гибридный точечный акт ядерного терроризма. А? Как звучит? И где? В самом сердце вражеских англосаксов. 1 ноября 2006-го Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун угостили личного врага Путина Литвиненко чаем с полонием-210. Излучение полония, которое использовалось в качестве важного компонента ядерного заряда. Полоний смертельно опасен на 100%. Операция ФСБ по убийству Литвиненко была, вероятно, одобрена Патрушевым, главой ФСБ, а также президентом Путина. Убийца и ядерный террорист Луговой сейчас сидит не в тюрьме, а в Госдуме и принимает законы. В том числе и те, из-за которых уже сотни тысяч россиян поехали на убой в Украину. И неизвестно, сколько еще отправится. Мы на повестки придутся электронным образом. Если она отправлена в личный кабинет, который у вас есть, значит, она считается уже врученой. А если я не зашел в личный кабинет? Это ваши проблемы. Но самую большую порцию агрессии Кремль, конечно же, направил на украинцев. Две массированные ночные атаки длились каждая по часу. Пока киевляне сидели в убежищах или коридорах своих квартир, ПВО держало небо. За год войны более 20 крупнейших трагедий с гибелью детей, женщин и стариков. География – вся Украина. Большинство пострадавших из раньше русскоговорящего Юго-Востока, на которые так рассчитывали оккупанты. Как говорится, товарищ Волк знает, кого кушать. Кушает и никого не слушает. И слушать, судя по всему, не собирается. Массовые убийства, ракетные обстрелы, бомбежки, подрыв Каховской ГЭС. Даже отпетые террористы по сравнению с расистами – выпускники воскресной школы. РФ не устает доказывать, что является страной-террористом номер один в мире. Но играть в войну глава Кремля долго не сможет. Слишком много тех, кто охотится на его голову. Начиная от близкого окружения, которое теряет деньги из-за санкций, и заканчивая простыми россиянами, которые стали изгоями во всем мире и уже никогда не смогут смыть кровь со своих рук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин